По такому вопросу, а кто будет Украину поднимать? Интересно просто знать, что вы подразумеваете поднимать Украину? Я так понимаю, и там уже был Валерий написал комментарий, я с ним согласен, потому что в принципе, если так подумать, то вот мы, вот те, кто приехали в Польшу на заработки, мы как никто участвуем в поднятии Украины, потому что, ну вот если взять меня, лично меня, сейчас я каждый месяц инъекцирую, ввожу в Украину 150 долларов. Это, конечно, в масштабе страны это ничего, извините, из множества капель состоит океан. Вот все, которые приехали сюда, вот в Польшу на заработки и имеют семьи или даже долги в форме кредитов или еще чего-то в Украине, то все они участвуют в поднятии Украины. Потому как, ну вот, даже клетка в организме, я сравниваю страну с клеткой, клетка в организме для того, чтобы жить, она должна получать питание извне. А вот людей много, все уехали, зарабатывают денежку туда и все, пожалуйста, вот мы поднимаем Украину. Вот я не считаю, что в Украине вот все так плохо, что Украину надо именно поднимать. Да, поднимать надо, но поднимать надо зарплату простому рабочему пролетариату, который вот так вот уже едет сюда и сам себе поднимает зарплату, еще и страну поднимает. Вот так вот. Ну это мои мысли. Я могу, конечно, ошибаться. Если кто согласен, палец вверх, не согласен, палец вниз, в описании. Пишите свои мысли. Ребята, те, кто писали в комментариях, что у вас есть там информация, где можно найти Special Alice Sport за 500 злотых, это вообще бомба. Давайте, скиньте ссылочку хотя бы на один, потому что я перерыл, по-моему, около 7 сайтов. Из них 2 сайта были германские и, по-моему, один сайт английский. Ну, я там не видел таких. Если у вас есть информация по этому поводу, пожалуйста, скиньте. Мне вообще, ну, до смерти интересно посмотреть. Потому что, когда я приобрел этот велосипед, потом прошло время, я вот загорелся, загорелся с желанием приобрести еще горный велосипед. Вот. Ну, уже, в принципе, знаю, какие марки мне интересны. У меня первый был Cannondale. Конечно, хотелось бы Cannondale, но вижу Special тоже делают неплохие велосипеды горные. Вот. И я уже просто не вижу таких цен. Вот. Именно тоже Special. Другие модификации, похожие, приблизительно, там, близко в ряду стоят. Но таких цен, за которые я купил, за 1700 злотых, я уже не вижу. Это уже 2000 злотых и выше. Там 200, 200, видел. Вот. Так что, есть информация, пожалуйста, кидайте в описание. Очень интересно узнать, где такое есть. Я, когда уволился с своей постоянной работы, где я получал, это был не магазин, это было еще раньше, где я получал 2000 гривен, 2200, 2300, 2600, потом опять 2200, было даже 1900. Искал работу, и вот что я заметил. Работы по 2000 гривен, по 2500 гривен, до 3000, еще там, ниже, там, 2000 гривен. Уйма. Много. Тебя прямо с улицы забегают, выбегают на улицу, хватают за ноги, за руки, давай, поехали. А смысл, смысл при курсе доллара, на том уровне, который он сейчас есть, и тогда был, даже вот поляки наставляют комментарии, что зарплаты у нас ниже и цены ниже. Нет, ребята, извините, но это не так, это заблуждение. Наша Украина не исключение, и мы тоже покупаем и газ, и нефть, и бензин, и все, и соляр, и запчасти, одежда, и то, что не можем произвести сами, и закупаем извне. Извините, мы не особые, и нам продают это все по том же доллару, как и вам. Просто у вас доллар 4 злотых, а у нас доллар уже, наверное, 28. 28, я когда уезжал, был 26,4. У нас цены на продукты особо не разнятся, особо они не отличаются, они практически такие же самые. Еще одно по зарплатам. В принципе, как и в Украине, и в Польше, общаясь с поляками, я выяснил одну интересную закономерность. Человек, работая в Николаеве, получает зарплату ниже, нежели человек, который работает в Одессе или в Киеве. Ну, вот так вот как-то пошло. Вообще интересно, да? Работа одна и та же, а зарплата разная. В Польше то же самое. Человек, который работает ближе к центру больше или ближе к городам, которые больше, нежели Хелмна, да, тоже получает зарплату больше. То есть зарплата там, если ехать к Варшаве или работать в самой Варшаве, то там человек больше получает, нежели здесь. Здесь то же самое и заметил с ценами на дома и квартиры. В Польше я, конечно, не мониторил это дело. В Украине дом в селе, если село ближе к городу, он стоит дороже. Если тоже там по городу квартиры на окраине города стоят дешевле, в центре города, естественно, стоят дороже. Ну, тут понятно, тут центр города, а поселом, как это так? Тоже интересно вот так вот. Ну, в принципе, вот так. Говорят, хорошо было бы дома какое-то дело или бизнес-то организовать. Да, мысль не покидает. Я до Польши пытался там организовать пару дел. У меня, конечно, кроме опыта ничего не пришло. Поймал минуса, долги, все, в принципе, это и стало, как бы, добавило плюс к причине, чтобы приехать сюда, отрабатывать свои долги, зарабатывать деньги. Но мысль о том, чтобы организовать дело в Украине, меня не покидает. Все-таки это моя родная страна, хотелось бы жить там и работать там, организовывать. Но, в принципе, хотелось бы создавать рабочие места, платить людям достойную зарплату, заботиться о своих сотрудниках. Именно, хотя бы, как делают здесь, в Польше. Я, конечно, точно не знаю. Может, кто-то расскажет или подскажет, где можно это более детально изучить. Потому как, ну, не получается пообщаться с паном. Все в делах, все в работе. Если это так все проходит, ну, я бы с удовольствием бы изучил, как вот устроено. То, что я вижу одно, а то, что написано на бумаге, и оно исполняется. Но все равно исполняется, хотелось бы знать. Еще хочу сказать спасибо тем полякам, работодателям, которые оставляют свои контакты в описании. Это очень прекрасно, молодцы. Давайте продолжать дальше. Потому что, ну, я созваниваюсь с теми людьми, которые остались на Украине. И все больше и больше украинцев просто берут и уезжают из Украины. И, ну, вот так вот слаживается у них жизнь. Естественно, в Польшу, уезжают сюда. Так что, оставляйте ссылочки. Хорошо, что канал жив, канал работает. И приносит вот, хотя бы вот таким вот образом пользу другим. В принципе, из-за этого я все это и начинал. Оставляйте в описании. Ну, это вот пока все. Спасибо всем за комментарии. Оставляйте дальше. Особенно велосипед. Ребята, где вы его видели за 500 тонн? Покажите. Если вам понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Это еще не все. Будем продолжать. А, еще последнее забыл. Пан заинтересован в том, чтобы я остался дальше работать. И уже начинаем делать документы на карту Побета. Так что, все отлично, все супер. Польша the best. Пан молодец. Сережа тоже. Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Пока. Пока.